В образовательных учреждениях начались учебные военно-полевые сборы, в рамках которых военнослужащие обучают подрастающие поколения, а замслужбы в армии. Ребята не только получают теоретические знания, но и участвуют в практических занятиях, в том числе и огневой подготовке. Вместе с учащимися основы армейской жизни постигали и наши корреспонденты. В рамках ежегодных полевых сборов десятиклассники всех школ нашего района собрались на полигоне Славинской воинской части. В этом году особенностью сборов заключается то, что мы проводим их впервые на территории нашего муниципального оздоровительного лагеря «Ровесник» в двух потоках, в ходе которых все наши 214 учащихся побывают в условиях приближенным к армейским. Они будут проживать в так называемых казармах, то есть в корпусах нашего оздоровительного лагеря. Мы постарались создать такие условия, то есть создать для наших учащихся мини-воинскую часть, где они смогут научиться навыкам действий в условиях службы в рядах вооруженных сил. Участники сборов, а их в этом году более 200 человек, получили навыки в тактической, физической и строевой подготовке. Учились нести караульную службу и жить по армейскому уставу. Целью этих полевых сборов является закрепление навыков, полученных ребятами в ходе изучения курса предмета ОБЖ. На сегодняшний день проводятся у нас боевые стрельбы, это завершающий этап у нас учебно-полевых сборов, где ребята непосредственно с боевыми патронами, с боевого оружия производят стрельбу. В рамках учебных военно-полевых сборов будущие защитники Отечества соревновались в выносливости, сдавали нормативы по физической подготовке и стрельбе с пневматической винтовки. Особое внимание во время практического выполнения стрельб из автомата было сосредоточено на мерах безопасности и условиях выполнения упражнения. Такие сборы учат военно-патриотическому воспитанию школьников. По мнению главного специалиста управления образования майора запаса Романа Ковалева, такие мероприятия помогут будущим защитникам Отечества быстрее адаптироваться в реальных условиях службы в армии. По окончанию сборов пройдет строевой смотр, где будут оценены навыки, полученные за период учения. По итогам сборов, которые состоятся 18 мая на территории воинской части 72-153-6, у нас будут подведены итоги и вручены ценные подарки, призы, грамоты, кубки лучшим взводам и лучшим школам, а также будут отмечены в личном зачете учащихся 10-х классов. Это все благодаря поддержке главы администрации муниципального образования Славянский район, Романа Ивановича Синеговского, который выделил в этом году денежные средства. И мальчишки действительно прошли, практически отработали и прошли учебные сборы, как полагается, согласно нормативам и действующим документам. Самих мальчишек переполняли эмоции. Не каждый день выпадает такая возможность пострелять из боевого оружия. На этих сборах я нашел много новых знакомств, завел друзей. Также они мне улучшили мои навыки разборки и сборки автомата. Также улучшили мои физические данные. В рядах будущих защитников Отечества есть и представители прекрасной половины. Диана Пантус занимается стрельбами с 13 лет. По ее словам, стрельбы для нее – одно из самых любимых занятий. Я заняла первое место среди юношей. Я лучше по огневой подготовке в районе, в крае. Это стимул жизни. Мне это нравится. Мне это приносит большое удовольствие. Я с удовольствием хожу на тренировки. У нас замечательный руководитель, чебанец Андрей Николаевич. Благодаря ему вот это вот все у меня развивается. Также это про патриотическое воспитание. Для будущих защитников Отечества военно-полевые сборы станут тем опытом, который им пригодится в дальнейшей жизни. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади моя тоска. Вот он я, привет войска. Эх, рецепа, езжа. Надежда Неткачева, Михаил Варгулев. Программа «События».